Это Финам-ФМ, ежедневная программа «Реальное время». У микрофона Юрий Проненко. Добрый вечер, господа. Тема программы сегодня звучит практически риторически, но, с другой стороны, это и тема крайне прикладная. Можно ли в России честно заработать состояние? Мои гости сегодня это Сергей Мавроди, предприниматель, основатель финансовой компании МММ. Сергей Пантелеевич, добрый вечер. Добрый вечер. И Анатолий Аксаков, депутат Госдумы, президент Ассоциации региональных банков России. И Анатолий Геннадьевич, рад видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Наш многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы495. И это наш портал в интернете финам.фм. У нас очень жарко в студии, сделайте нам охлаждение, пожалуйста. И, значит, там на сайте вы можете не только писать свои, присылать вопросы, но и смотреть прямую веб-трансляцию нашей программы. Вы видите и Сергея Мавроди, и Анатолия Аксакова, и вашего покорного слугу. Звоните, пишите, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы. Мы работаем до 20 часов. И отвечайте, собственно, на вопрос, который мы вынесли в заглавие нашей программы. Можно ли в России честно заработать в состоянии. Анатолий Геннадьевич, можно? Возможно? Я думаю, да, возможно. Честно? Почему нет? Когда-то создатели Microsoft тоже не были богатыми людьми, но у них появились идеи, они реализовали эти идеи и заработали большие деньги на реализацию своих идей. То есть была бы идея? Ну, прежде всего, да, нужна идея. А условия есть в стране? Условия не самые благоприятные, но, тем не менее, я считаю, что можно работать и зарабатывать. То есть вы считаете, что в России могут появиться успешные люди, которые будут внедрять именно свои идеи? Прежде всего, инновационные идеи, конечно. Не пилить, не труба, а вот именно свои идеи? Безусловно. И это возможно на финансовом рынке? И на финансовом рынке тоже, конечно. Это Анатолий Аксаков. Но для этого надо быть квалифицированным человеком, иметь хорошее образование, нужно иметь интуицию, таланты. Образование, талант? Ну, образование и талант, я считаю, это две составляющие. Может быть, здоровье еще, наверное. Для трейдера нужно здоровье. Властной поддержке нет необходимости в ней? Ну, если есть властная поддержка, то, естественно, зеленая дорога, зеленый свет. Всегда зеленый свет, да? Обычно. А, Семен Петреневич, а у вас есть поддержка со стороны чиновников? Вы шутите, что ли? Нет, я не знаю, я вам задаю вопрос. Может быть... Можно упасть и нет. У меня сплошные войны. Непонятно почему совершенно, кстати. Но с МММ, как вы знаете, сейчас идут сплошные войны везде, во всех регионах. Абсолютно не понимаю, почему это происходит, поскольку, на мой взгляд, я уже неоднократно высказывал от своей точки зрения, МММ полезно для государства, поскольку оно снимает социальную напряженность в обществе. Люди в системе всем счастливы, довольны, у них непротестное настроение. А вы считаете, что в обществе протестное настроение? Ну, вы сами видите, какие общественные настроения, все эти митинги после выборов, что тут говорить. Ну, что если у нас в обществе сейчас творится, всем известно, что экономическое положение населения, катастрофическое, по крайней мере, я сужу по письмам, которые я получаю ежедневно. У меня же там уже 15 миллионов участников, поэтому я могу судить, просто ужасающее положение. Поэтому, естественно, настроение населения безрадостное. Но вот вступая в систему, они, получая деньги, люди, опять-таки, повторяю, довольны, у них настроение доброжелательное, на митинги они не ходят, занимаются с семьей, поэтому для государства, по-моему, МММ полезно. То есть вы выполняете социальную функцию? В том числе. В том числе, да. Я вас попрошу, чуть микрофон приподнимите, чтобы было качество звука лучше. Ольга Иванович, ну так как вам? Ну, в свое время я работал в банке. Я же неспроста вас пригласил именно на эфир с Сергеем Мавроди. Это провокация. Конечно, провокация. В 90-е годы я довольно часто выступал по телевидению, поскольку еще был депутатом местного парламента. И все время говорил, не покупайте мавродики, не покупайте. Не покупайте. Не покупайте. Самое интересное, теща моя и так купила. Потом... В 97-м году как раз там начали рушиться целая серия пирамид. И мне пришлось общаться с теми людьми, которые, к сожалению, пострадали от этих пирамид. Естественно, это было тяжелое общение, потому что люди, когда вот это случается, беда с ними, когда они теряют свои кровные деньги, они идут куда? Идут к власти, к местной власти, которая рядом и требует денег назад. Говорят, Аксаков, отдай нам деньги, которые у нас украли. Или куда-то делись. И что отвечал Анатолий Аксаков? Ну, я говорю, я обратился в прокуратуру, там, обратился в различные структуры, чтобы они нашли концы этих денег. Естественно, я не говорил им, ну, и говорил о том, что, ребята, вы что, не слышали? К чему я вас призывал, совсем не дам. Ты спросите, Анатолий Геннадьевич, если я вас правильно понимаю, то, чем занимается Сергей Мавроди, ну, без обид, да, мы договорились об открытом прямом эфире без купюр, без санцузла. Это пирамидальные компании? Это такое надувательство? Ну, безусловно. Ну, как надувательство? Они, вот, Сергей Мавроди, он откровенно говорит, что он строит пирамиду, и эта пирамида... может рано или поздно рухнуть, и, соответственно, люди могут потерять все свои кровные деньги. Он, честно, говорит об этом, но любая пирамида, это мое твердое убеждение, рано или поздно рушится. Например, пирамида, которую строило российское государство, пирамида ГКО, она тоже рухнула в 98-м году. И здесь вы не видите никакой социальный форс? Я считаю, что и американская пирамида рано или поздно рухнет, поскольку они действительно строят огромную финансовую пирамиду, печатая в огромном количестве доллары, не обеспеченные экономикой. И фактически долг, который у них растет... Бог с ними, с американцами. Греция яркий пример. Я хочу просто понять, вот то, что делает Сергей Маврович, это пирамида? Я считаю, что пирамида, я считаю, что... И она рухнет. И это объявлено прямо на сайте, прямыми, это самое... Висит огромное предупреждение на сайте, огромными красными буквами на желтом фоне, что это пирамида... То есть вы обманываете людей? Нет. Как же, если обманываю, если, наоборот, говорю, что это пирамида, вы можете все потерять. Все риски, какие только возможно, описаны. То есть это максимально честная система как раз. Слушай, а в чем в чем? Ну, в обмане нас упрекнуть, ну, нельзя, ну, никоим образом. То есть абсолютно обо всех рисках. Ну, Сергей Маврович не глупый человек. Он знает, что есть 169-я статья, статья о мошенничестве, введении в заблуждение в цели, так сказать, завладения чужим имуществом. Ряд других статей Уголовного кодекса. Поэтому он честно говорит. Он говорит, я ничего не скрываю. Я не ввожу в заблуждение. Почему поэтому? Я просто честно говорю. Я просто говорю честно. Что это пирамида. Ну, надо понимать, что это пирамида перевернутая. Это не пирамида Хеопса, которая стоит на широком основании и курс вверх. Здесь наоборот, так сказать. На самом деле, я хотел прокомментировать. Совершенно все не так. То есть вы, вероятно, все-таки не совсем в теме. В отличие от всех обычных пирамид, каких вы имеете в виду, что да, там в основании вкладчики, там наверху там руководитель, который сбежит, в конце концов, со всеми деньгами. Здесь совершенно по другому принципу построено все. Здесь все участники поделены на ячейки, десятки, сотни, тысячи. Базовая ячейка десятка. Вот у нее есть свой счет. Все. Уже вот у сотни нет своего счета. Только у десятки. Все средства распределены по счетам десяток. То есть нет вот единого счета, нет юридического лица, нет какого-то центрального офиса. Ничего нет. Это просто как бы люди обмениваются между собой деньгами на добровольной основе, без всяких гарантий, обещаний или обязательств. То есть тут нет вот какого-то единого счета, нельзя вот взять все деньги и убежать. Поэтому разговоры о том, что это какая-то пирамида там перевернута, они тут не совсем уместны. Ну очевидно, что доход тех, кто выходит из системы, я так понимаю, я глубоко не знаком, так сказать, с тем, что подготовил Сергей, они получают этот доход за счет вновь приходящих людей. То есть это не вложение в экономику, не создание новой добавленной стоимости, за счет которого увеличивается доход. Разумеется, это опять-таки написано прямо на сайте, что предыдущим выплачивается за счет последующих. Никаких вложений нет в принципе. Не просто там нет, а нет в принципе, потому что в пирамиде нельзя никуда вкладывать деньги, потому что в случае паники, например, их может банально не хватить. То есть предыдущим выплачивается за счет последующих. Все, что нужно, чтобы функционировала такая система, это чтобы приток новых был достаточно велик. А это легко обеспечивается маркетинговыми и рекламными усилиями только и всего. Вот все говорят, пирамида рухнет, рухнет. Пусть мне кто-нибудь переведет хоть один аргумент, я ее, по крайней мере, не слышал еще ни разу. Почему же она рухнет? Наоборот, с течением времени... Антон Геннадьевич, почему она рухнет? Практика и критерия истины. Я уже вам привел пример. Ну, пирамиды Мэдов просуществовала десятилетия. Если рассуждать на уровне, что все когда-нибудь рухнет, когда-нибудь и солнце погаснет, земля остынет. Пирамиды Мэдов просуществовала десятилетия. Тогда поговорим по-другому. Время жизни пирамиды, оно исчисляется десятилетиями. Вот пример Мэдов. Но, простите, и банк вообще десятилетия может не просуществовать. То есть это получается совершенно система с совершенно нормальным временем жизни. Так скажем, по-другому. Правильно же ведь? Может, да. Действительно, десятилетиями существовать. Американская пирамида уже несколько десятилетий существует. А российское законодательство как-то регулирует вот подобные компании? Это вопрос уже и как депутату Госдумы. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, нерегулирует. Нерегулирует? Потому что юридического лица не значит. Обвинить в незаконной предпринимательской деятельности нельзя. Так сказать, ввести здесь уголовный кодекс за мошенничество. А почему государство не имеет позиции? Ну, вот надо посмотреть, что делает Сергей Мавроди. И я думаю, что все-таки есть у меня вопрос. Вот я к Сергею как раз хотел задать. Это все-таки финансовая деятельность, да? То, что вы делаете. Деятельности нет как таковой. Вот в чем нюансы вообще. Никто не получает прибыли. Фактически есть управление чужими деньгами. А управление чужими деньгами должно лицензироваться. Нет, никакого управления чужими деньгами здесь нет вообще. А что есть? Я сегодня ничего нет. Есть просто масса людей, обменивающихся без всяких гарантий, обещаний и обязательств с деньгами. Вот вы просто отдаете своему знакомому, без всяких, просто так деньги. Не потому, что он вам вернется прибылью, а просто так. Взаймы. Это не взаймы, просто дарите. Ну или как угодно это можно назвать. Вот как это можно запретить? Это нельзя запретить, это подрыва основы основ частной собственности. Запретить это нельзя. Это не управление именно средствами. Это принципиальный момент. Антон Геонидович. Есть проблемы. Я же сказал, мы вроде не глупый человек. Он видит все нюансы, которые есть в законодательстве. Сергей не первый год занимается этим, да? То есть вот своей деятельностью. Я так ее все называю. Не только он, кстати. И постоянно возникают пирамиды. И люди постоянно реагируют на обещания того, что вы можете получить хороший доход. И идут на это. Хотя есть опять же практика. Это жадность? Это, да. Это вот такое у нас. Причем это не только свойства россиян во всем мире. Ну вот мы это в Соединенных Штатах Америки. То же самое дело. То есть на халяву получить дополнительный доход, есть такое желание. Сергей, это халява? Конечно, халява. Халява в том смысле. Вот Анатолий Аксаков говорит, это халява. То есть ты не приложил никакой усилий. Шадные люди, да? Ты не приложил усилий для того, чтобы заработать добавленную стоимость. Вот Майкрософт, те, кто создавал его, они приложили усилия, мозги, так сказать, свои. Добавили. И создали добавленную стоимость. Здесь никакая добавленная стоимость не создается. Валовый внутренний продукт не увеличивается. Это Анатолий Аксаков, Сергей Мавроди. Нет, совершенно правильно. Не создается здесь никакого дополнительного продукта. Это просто система перераспределения уже имеющихся в обществе средств. На мой взгляд, средств в обществе совершенно достаточно, чтобы все люди жили нормально. Но почему-то у одних миллиарды, у других, как известно, нет ничего. Это, по-моему, совершенно неправильно. Ну, с этим я согласен, кстати. И общество, современная финансовая система, да, требует ее, так сказать, реорганизации коренной. Это мое убеждение. Поэтому в рамках этих убеждений я и действую. То есть, да, это система перераспределения исключительно. То есть, это как бы гигантский миксер, перемешивающий деньги в обществе. Я так полагаю, что в этой системе участвуют не самые богатые люди. Они все-таки вряд ли, так сказать, работают в пирамиде. Но жадные. Они жадные, но находят другие способы. Есть еще другая, так сказать, система или жизнь, когда деньги идут деньгам. Когда у вас большие деньги, то к вам, как бы, к этим большим деньгам пролипают уже. И не надо для этого уже иметь технологию Мавроди или систему Мавроди уже, так сказать, вкладывая там в ценные бумаги, в другие активы, получать дополнительный доход. А здесь работают все-таки в основном необеспеченные, я так понимаю, да, тех, которые имеют небольшой доход, но хотят быстро разбогатеть. Жалко, что могут пострадать красить и свои, понимаете. Как, Сергей, они жить хотят? Они выжить просто хотят на нижних условиях, они разбогатеть, они жадостями движут, а просто желание хоть нормально как-то жить. Ну, к сожалению, те, кто вот хотят этим способом выжить, я видел их в 90-е годы, когда был вице-премьером. Это пенсионеры, бабушки, дедушки, люди, как правило, необеспеченные. Малообеспеченные. Последние копейки вложили в эти пирамиды и потом вот шли ко мне, так сказать, и требовали возврата этих денег от власти. Ну, вот вопрос к власти. Можно сейчас выжить? Вот мне пишут письма, я получаю пенсию 100 долларов, я проработал всю жизнь, получаю пенсию 100 долларов. А квартплата, коммунальные услуги, у меня 200 долларов. Вот как хочешь, так и живи. Я всем брошен и подыхаю с голоду. Я абсолютно согласен с тем, что должна быть... То есть вы постоянно получаете такие письма? Бесконечные письма получаете. Я согласен с тем, что должна быть система распределения богатства иной, чем она сейчас. То, что там есть олигархи, которые владеют чуть ли не 90%, маленькая доля олигархов, там, ну, 3-4, пусть 10%, владеют 90% национального богатства, это несправедливо. И должно быть переспределение. Но для этого есть другие механизмы. Налоговые, например. Налог на добавленную стоимость, природная аренда, прогрессивная шкала подоходного налога, налог на роскошь. И вот таким образом должно переспределяться богатство. Через бюджет уже низко обеспеченным своим населением, в том числе пенсионерам. Может быть так? Все это должно, но сейчас не делается ничего. А люди же сейчас живут, они сейчас с голоду умрут. Когда это будет еще сделано, это, знаете, уже 20 лет все говорится. Должно, надо сделать, надо перераспределить, но пока не происходит ничего. Вот человек, он сейчас живет, пенсионер, инвалид. Вот МММ им реально помогает. А от власти сходит только пожелание благие, что должно, надо там, но ничего не делается. Вот реалии. Да. Но я могу сказать, в данном случае, я представляю партию «Справедливая Россия», как раз вот все, о чем я сказал, природная аренда, изменение налога на добавленную, на добычу полезных ископаемых, прогрессивная шкала подоходного налога, налог на роскошь. Другая партия, которая имеет контрольный пакет. Мы все это предложили, и я смотрю, лидер той партии, которая сегодня имеет пакет в Госдуме, он вдруг начал говорить точно о том, что ему предлагают. Поэтому у меня какая-то надежда появилась, что... Ну и соотношение сил в Госдуме все-таки сейчас изменилось. Раньше был не только контрольный пакет, но и две трети за единороссами. Сейчас уже другое соотношение сил. И, соответственно, я думаю, изменятся и подходы к политике, в том числе социально. Сергей, вы в это верите? Я в это не верю. И, по-моему, в это не верит абсолютно никто. Я не знаю, мой оппонент сам в это верит. По-моему, эти слова слышат... Полгода назад, полгода назад, может быть, даже в этой студии, я говорил о том, что надо обеспечить прямые выборы губернаторов, прямые выборы мэров, прямые выборы членов Совета Федерации. И все смеялись, так сказать, снизить порог прохождения в Государственную Думу для партии. И сейчас сама власть, верховная власть это предлагает. То есть, спада камень точит. Я оптимист, я вижу какие-то результаты своей деятельности, в том числе. Полгода назад это считалось вообще крамольным такое говорить, понимаете? Знаете, в Гамлет я вспоминаю, пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет. Это Сергей Мавроди и его визави Анатолий Аксаков. Сегодня в реальном времени на Финам.фм 651099.6, код Москва 495. И финам.фм это наше средство связи. Звоните, пишите, огромное количество вопросов. Идет прямая веб-трансляция, вы можете смотреть нас на сайте финам.фм. Антон пишет. «Пирамида рухнет, потому что она завязана на банки. Все деньги участников хранятся в банках. Банкрот большого количества банков приведет к невозможности произвести выплаты». Пожалуйста, ваши ответы. Пока еще банки не обанкротились все. Это вопрос будущего. Ну, разберемся мы по ходу пьесы. Пока вот у нас есть реалии, банки еще не обанкротились. Так, подождите, подожди, вот это интересный момент. Что значит мы разберемся по ходу пьесы? — Если эти деньги, небольшие деньги, если они до 700 тысяч, и они в банках хранятся как вклады, как физического лица, то они защищены системой страхования вкладов. — Вот в этом и весь... — Вот видите, как удачно все складывается. — Подождите, Сергей, так вы работаете на банке, получается? — На данном этапе наши цели совпадают. На данном этапе наши цели совпадают с банками, с государством, со всеми. Так что мы хорошие. — Вы циничный человек, нет? — Конечно. — Очень цинично. Я это прямо вот сейчас вот в этих словах почувствовал. Давайте я буду сейчас и зачитывать вопросы, и выводить телефонные звонки, потому что здесь разные, скажем так, идут комментарии и обвинения. Кстати, вот, Степан Анатольевич, к вам вопрос. — Да. — Только один вопрос к оппоненту Мавроди, к представителю власти. Ну, все-таки законодательной, да, власти. — Конечно. — Куда делись деньги ММФ в 94-м году? — Не знаю, Сергей лучше знает. — То есть власть не знает? — Я этим вопросом не занимался. Я в 94-м году был в Чувашии и занимался деньгами чувашских плащиков. И знаю, куда они девались. — Куда? — По карманам рассолюсь, в разную недвижимость, на тещу, на сестру. — Сергей Мавроди на тещу тратил? — Вполне возможно. — Ага, пожалуйста. — Ну, во-первых, деньги были вывезены, все это общеизвестно. На 17 КамАЗах из центрального офиса МММ. Это общеизвестно, но судья люди подтвердили это под присягой. Это все было на глазах многотысячной толпы, это все грабеж что-то происходил. Все это видели. И на суде этот вопрос был поднят. На что прокурор спокойно заметил, а с чего взяли, что это были спецназовцы. Ну и что, что они были в форме с автоматами. Вы у них документы проверяли? Ну, типа, может, это бандиты. — А вы у них документы проверяли? — К сожалению, я в тюрьме в этот момент сидел. А студент сказал, да, все нормально. То есть этот вопрос так и не поднимался. То есть эти деньги бесследно растворились на необъятных просторах нашей Родины. Ну, как всегда, имеют обыкновение растворяться деньги. Они даже не фигурировали в уголовном деле. Так что куда делись деньги, это вопрос не ко мне. И вообще, в уголовном деле есть отчеты губернаторов Ельцину, президенту тогдашнему, как идет операция по развалу МММ. Это есть, опять-таки, в материалах уголовного дела. Это не мои домыслы. Так что МММ не рухнула вовсе в 1994 году, а была искусственно разрушена властями, целенаправленно. Это совершенно установленный факт. Так что все претензии о пострадавших людях, это государству к нашему дорогому предъявлять надо, а не ко мне. — Ну, я могу сказать, что проблемой МММ я не занимался, поскольку в это время я работал в Чувашской республике и занимался теми пирамидами, которые там были. И очевидно, что деньги были рассованы как раз по родственникам, квази-родственникам, всякие объекты недвижимости, личные причем, не только в России, но и за рубежом. Правоохранительные органы этим занимались. Что-то удалось вытащить, но большинство, так рассовали, что трудно было найти. — В моем уголовном деле, опять-таки, в обвинительном заключении, которое составляло следователями, людьми заинтересованными, написано, куда тратились деньги МММ. На рекламу, на оплату офисов, на выплату зарплаты сотрудникам. На себя я не тратил ничего. Я не покупал, вот как жил в квартире. — На какие-то проекты они шли? — На проекты? — Экономические, которые могли принести прибыль или доход. — Вот 8% факций «Газпрома» было куплено, в частности. Там еще много чего было куплено. То есть это все тоже опять... — 8% — это доля в вашем портфеле, да? Или в портфеле всего «Газпрома»? — Мы не покупались на частных лиц. Нет, это «Газпрома» всего. Это опять-таки есть в материалах моего уголовного дела. Покупалось на частных лиц. — Надо разобраться. — Разбирайтесь. — Очень интересный момент, да. — Я говорил следователям, разбирайтесь, выплачивайте людям. И все эти люди есть в материалах уголовного дела, их имена, фамилии, адреса. Никто этим не занимается? — Не знаю. Там есть судебное решение, есть следствие, которое было проведено. Но есть закон, который у нас все-таки есть, в том числе уголовное. — Вот смотрите, вы несколько раз сказали о том, что Сергей Мавроди достаточно умный человек, да? — Конечно. — Вы это признаете. Но мне представляется, что какое-то государство у нас безумное. — Почему? — Ну а где регулирующие эти механизмы? Ну, я не знаю, разводит Мавроди людей, как лохов, или не разводит. Но государство, как инструмент регулирования любого рынка, фактически отсутствует в этом сегменте. — Ну, я должен сказать, что... — И я не нахожу никакого объяснения. — В данный момент, да, потому что... Вы знаете, у нас голь на выдумке хитра, как говорят, да? И, в принципе, идеи-то неистащимы. Они будут постоянно возникать, тем более такие люди... — А законодатель у нас ущербны, что ли? — А законодательство, оно зачастую просто отстает от того, что происходит на рынке. — И когда вы первое... Вот запустили первую свою МММ, первую пирамиду, это был какой год? — 94-й. — 94-й год. — Но я еще раз хочу уточнить вообще, почему все пытаются это запретить? Вот это помогает системе людям, она социально полезна. Вот почитайте письма о выигрышах на сайте. Почему все это воспринимают как какое-то зло и только вот выискивают? Вот как бы это запретить? Как бы найти такой закон? — Да, потому что масса примеров того, как люди пострадали. — Конкретно по региону. — А некоторые в петлю лезли из-за этого. — Ну масса банков разорилась, они каждый день разоряются. Вот эти все банки запретим и всех посадим банкиров. — Ну банки-то понятно, что они вкладывают все-таки в добавленную стоимость, там кредитуют для того, чтобы вырастили какой-то там бизнес. И этот бизнес, получив доход, рассчитался за кредит. А вы-то не вкладываете в экономику деньги, вы их, так сказать, просто держите, можно сказать, в кубышке и делитесь. За счет чего? За счет того, чтобы пришли новые те, кто положил в кубышку свои деньги. — Ну что в этом плохого? Ну правильно, так я это не скрываю, это так вообще и написано на сайте. Но закон не нарушается. Что в этом плохого? Я еще раз говорю, это перераспределение имеющихся средств. Ну и что, что ничего не производится? Что из того-то вообще? — Вы говорите о том, что рано или поздно это рухнет, да? — И Сергей, вы тоже это признаете? — Рано или поздно рухнет все. Я еще раз повторю, любой банк рано или поздно рухнет. — Не обязательно. — Ну конечно. — Банки работают сотни лет многие. — Ну давайте так рассуждать тогда по этой схеме, по этой логике. Вот мне говорят часто, вот когда люди кончатся, когда приток новых кончится. Вот вы открыли бизнес по производству, я не знаю, чайников. Вам говорят, но ведь когда это люди кончатся, и ваши чайники будут никому не нужны. Вы разоритесь, и пострадают ваши там акционеры. Значит, это афера. Ну это пирамида. Это из той же серии логики. — Вместо чайников вы будете производить, так сказать, кофеварки, кофеварки. — Нет, вы-то разоритесь, потому что вы чайники производили, пардон. А кофеварки там другие есть, производители. — Полученный доход вложил в модернизированный какой-то продукт, или в инновационный продукт. Начал из воздуха делать чай. Как вы. — Ну так я сделаю, может быть. — Завидеть чайник, да, да. — Идея заразная. — Сергей Маврович. — Вот и за мной посидите, смотрите. — Да, мне такое чувствуется. Опасный человек. — Опасный человек, да? — Вирус запускает. — Сергей Мавродий, Анатолий Аксаков. Сегодня в реальном времени на Финам.ФМ. 651099.6, финам.ФМ. Наши средства связи. Идет прямая веб-трансляция. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. — Здравствуйте. Дмитрий. — Да, Дмитрий. Честно говоря, я ничего не вижу плохого в этой системе пирамид. Во-первых, каждый человек волен выбирать. Он читает, видит, есть сейчас куча информации. Один играет на бирже, другой вкладывает в пирамиду. Вообще ничего плохого нет. И правильно сказал товарищ Мавродий, что действительно банки разоряются. А сколько брокеров, которые выкидывают из окон и так далее, возьмется в восьмой год. Просто каждый выбирает свой путь. И тот верный, и этот верный. Каждому свое. И нечего спорить и искать единую правду. Вот и все. — Да, спасибо. — Ну, в определенном смысле это казино. То есть вы вкладываете свои деньги и рискуете. Попадет рулетка на ту цифру, которую вы поставили или нет. Это, так сказать, высшая судьба. Но мы же тоже, так сказать, этот рынок стараемся регулировать. — Но, Андрей Юрьевич, вот в том-то и дело, что игорный бизнес вы регулируете. — Есть игромания, так называемая. Есть еще какие-то болезни, которые, так сказать, людей стимулируют на необдуманные шаги. — Скажите, вы чувствуете, что вы политик? Вот вы говорите о социальной ответственности. У меня тут масса вопросов. Будет ли мы, вроде, политическую партию создавать? За кого он будет голосовать 4 марта? Я вас не буду спрашивать про 4 марта, да? Мы находимся в предвыборной сейчас кампании. Но вот ответьте мне на этот вопрос. Вы политик? — Ну, знаете, я не люблю политику. Никогда в ней не стремился участвовать. Я был депутатом Госдума, но вынужден, потому что мне нужно было из тюрьмы выходить. Опять-таки, я на своих предвыборных митингах всегда открыто говорил, что иду в Думу только для того, чтобы получить неприкосновенность. Больше ни для чего. Я не был ни на одном заседании и так далее. Сразу, кстати, отказался от всех своих депутатских привилегий. От зарплаты, от всего абсолютно. Единственный депутат за всю историю, насколько мне известно. Нет, политик меня не интересует вообще. Но хочу сказать следующее, что я считаю, что я взял на себя, принял на себя обязан какие-то обязательства в отношении людей, доверившихся мне, миллионах людей, уже в МММ больше 15 миллионов участников, и должен защищать их интересы абсолютно любыми средствами и способами, какие только возможны. Поэтому, если возникнет необходимость создавать политическую партию с этой целью, или как-то мне в политику идти, я это сделаю без колебаний. Но мне бы этого делать не хотелось. Я совершенно, мне не нравится политика, мне не хочется в ней участвовать. Но при этом вы мне напоминаете, знаете кого? Нынешнего премьер-министра, который тоже постоянно говорит о социальной ответственности. Ну что поделать. Вот какая-то аналогия. Это комплимент, наверное. Не знаю. Предыдущий премьер-министр тоже об этом говорил, и президент говорит о социальной ответственности, и все партии говорят о социальной ответственности. будет об этом говорить. Я единственный, кто помогает людям, а все только говорят. Вот в чем разница. Это неправда. Это неправда? Они говорят. Ну, конечно, неправда. Ну, конечно. Просто я не хвалюсь, а вы хвалитесь. Я не хвалюсь. Вот в этом разница. На самом деле, добрые дела те, кто искренне делают. Когда политики говорят, мы миллиарды отправляем туда-то. Я так не говорю. Делаем достаточно многое, и люди благодарны. Но мы не хвалимся на каждом шагу о том, что мы... То есть, подождите, интересный момент, Анатолий Геннадьевич, вы сейчас фактически обвинили господина Мавроди в том, что он пиарится. Конечно, пиарится. Я думаю, что он свой продукт пиарит для того, чтобы привлечь дополнительных лохов, которые будут подпитывать эту пирамиду. Во-первых, конечно, я пиарю, само собой, и разумеется, я все свои выступления только для этого и делаю. Иначе бы я фиг сюда пришел. Это раз вообще. Во-вторых, вопрос. А почему лохов? Вот эти люди на протяжении года уже... Людей. Извините, я неправильно выразился. Людей. Людей. Которые попадают в заблуждение. Слушайте, вот эти люди, или лохи, или как их там называть, вот уже год в системе, она платится абсолютно всем на протяжении года, получает от 20 до 75 процентов в месяц. Вот они лохи. А вот умные сидят, они получают ничего. Вот реалия. Так что смотрите сами. Да, потом, когда приходит пара, они теряют свое последнее, они идут почему-то не к вам, а ко мне. Сначала к вам, да. Потом требуют от меня, чтобы я добил, чтобы вас посадили в тюрьму. Это первое. Во-вторых, спрашивают, а где же была власть? Почему вы допустили деятельность Мавроди? Хочу сказать, справедливый достаточно вопрос. Конечно. И, соответственно, возникает вопрос, почему не было регулирующего законодательства, почему силовые структуры не действовали, где был регулятор. Так что я отвечаю то, что с чем я сталкивался довольно часто. Мне было жалко этих людей. Прежде всего страдают не чиновники, не богатые люди, а самые бедные. Я вам задам сейчас очень провокационный вопрос. Опять-таки, Сергей, не обижайтесь, да, мы договорились. Вы считаете Сергея Мавроди аферистом? Я считаю его не глупым, а аферистом, конечно. Не глупый аферист? Конечно. Потрясающе формулировать. Я думаю, это новый мем. Сергей Мавроди не глупый аферист. Все остальные глупые аферисты. Я считаю, что не пойму. Кого не обмануть немного. Но один из умнейших аферистов. Один из умнейших аферистов. Сергей, вас оскорбляет это? Абсолютно нет. Я уже ничего только не слышал про себя. Но я хотел вот что-то про что сказать. Вот говорят, власти должны вмешаться, должны регулировать. Я начинал, поговорим по-другому тогда. Я начинал год назад. Совершенно публично. Я совершенно открыто заявил, что я строю пирамиду. Была бурная реакция власти, если вы помните, выступали все вплоть до Грызелова. Ну все совершенно. Делали везде запросы. Почему меня тогда не остановили, если вы считали, что это незаконно? Вот почему? Я же говорю, вы умный человек. Абсолютно закономерный вопрос. Он предложил схему, которая не может быть сейчас урегулирована в законодательстве. То есть она не урегулирована в законодательстве. Но потому что... Есть год тому назад, да? Год назад. Год назад. Временный лаг достаточно большой. Причем было открыто сделано. Ладно, не в виде закона. Мы же с вами понимаем, есть подзаконные акты, регулирующие акты, которые могут принимать фискальные органы. Конечно. Есть центральный банк, есть федеральная служба финансового уровня, есть служба финансового мониторинга. Так вот, никто ничего не сделал. Теперь прошел год, сейчас уже 15 миллионов участников. Сейчас это уже социальное явление. И вмешиваться сейчас, и пытаться запретить, это вызвать катаклизмы социальные. На самом деле, я считаю, что это ошибка властей, которые... Так теперь с этим надо считаться, это уже социальное явление. Если, например, сейчас закрытие МММ-волевым решением, то пострадают миллионы. Сергей, вы политик. Понимаете, вы циничный политик на самом деле. Никакой я не политик. Если можно заходить в политику с разных сторон, вы заходите с этой стороны. Анатолий Геннадьевич, как-то, по-моему... Конечно, он, так сказать, ставит зависимость от себя политические структуры. Понимаете, слова о том, что этот социальный фактор необходимо уже учитывать, это достаточно серьезное заявление в адрес государства. Так это просто факт, который невозможно отрицать. Нравится он кому-то или нет. К сожалению, я думаю, что наши регуляторы действительно недооценивают эту проблему. Может быть, выборы помешали. Все отвлеклись на выборы. Это какая-то ущербность получается. Проблема, которую Мавроди создает очередную. Я полагаю, что... Политическую проблему. Завтра надо будет все развалить, чтобы пострадали 15 миллионов человек. Зачем развалить? Надо разобраться со всеми теми. А что значит разобраться? Ну, что... Надо определить механизмы регулирования. Не надо вмешиваться, регулировать. Государство может только все развалить. Ничего оно сделать конструктивного не может вообще. Вот оно, система работает сама по себе. Прекрасно работает. Всем все платится. Вот только не лезьте, не вмешивайте. Я так властям говорю. И все будет замечательно. Как и сейчас идет. Вы циничный популист. Я потрясающе. Действительно, циничный популист. Проблема только в одном. В принципе, можно не вмешиваться. Люди-то жертвуют своими деньгами. И делают это сознательно. И Мавроди их не обманывает. Он же честно говорит, что они могут потерять все свои деньги. Ирина, хороший вопрос прислал. Да. Но проблема, когда наступит момент, и пирамида рухнет, то они придут к власти. Скажут людям. Почему вы допустили деятельность Мавроди? Вот эти 15 миллионов человек. И тогда, может быть, не менее страшно. Прошел год. И получается, понимаете, у меня фактически нет претензий к Мавроди. У меня есть претензии к фискальным органам. Безусловно. К регулирующим органам. К регулирующим органам. Точнее, да. Ирина пишет 6510996. Есть прокуратура конференцией. Наши средства связи. Ирина пишет, а почему вы считаете, что Мавроди... Ну, Анатолий, это вам вопрос, да? Нас обманывает. А государства нет. А банки, а страховые компании, а пенсионные фонды? Куда деваются деньги людей, кто не дожил до пенсии? Почему не отдали родственникам детям? С пирамид 94-го года. Пусть государство вернет их кладчикам. Куда делись деньги 91-го года? Я с самого начала начал разговор о том, что государство строило пирамиду ГКО. Тоже обманывало, на самом деле, тех, кто приобретал эти ценные бумаги государства. Государство обманывало и не один раз, к сожалению. К сожалению, да. И некоторые банки тоже действовали как пирамиды. Они тоже не вкладывали деньги в экономику, либо вкладывали в такие проекты, которые не приносили доход и не могли принести доход. И тем самым фактически обманывали людей. Но все-таки там есть какое-то регулирование, есть центральные банки, есть федеральная служба по финансовым рынкам. И они отслеживают, чтобы соблюдались нормативы, чтобы банки не хулиганят. На Дмавроде нет регулятора. Это не значит, что я хулиганю. Это значит, что... Для меня-то очевидно, что деньги, которые ему люди доверяют, ну, условно доверяют, поскольку они ему в руки-то их не отдают, эти деньги не приносят доход, не приносят прибавочную стоимость или добавленную стоимость. Так это не скрывается. Соответственно, я понимаю, что они не скрываются. Соответственно, прибыль получить человек не может. По, скажем так, по логике экономической. Все доходы его... Да, 20-75%, да, вы сказали? В месяц. В месяц? Конечно, в месяц. Платится на протяжении года миллион. Поскольку доход не формируется за счет добавленной стоимости, то это рухнет. Вот не придет очередной человек, который доверится Мавроди, и все, и система начнет рушиться. Ну, почему же он не придет, если всем все платится, и по мере развития системы... Но будет приходить только до того момента, пока он сможет вот в вашем эфире, там, в другом эфире, пиарить свою программу. Ничего подобного. И будут появляться новые и новые фигуры, которые... Ну, и еще сетевой маркетинг использовать, когда каждый новый участник приводит своего друга, сестру, брата. Ничего подобного совершенно. Наоборот, все по мере того, как система развивается, люди будут узнавать от своих знакомых, близких, родственников, что всем все платят, всем получают. Причем сетевой маркетинг. Это обычный просто... Будет распространяться система среди населения по сарафанному радио. Причем это все правда. Деньги должны приносить прибыль, да? Прибыль, это в основе прибыли прибавочная стоимость. Они должны вкладываться в экономику, увеличиваться за счет труда человека, промышленно-сельском хозяйстве, строительстве. И дальше уже вот эта прибавочная стоимость превращается в деньги, которые человек получает справедливо. За счет увеличения богатства страны, мира и так далее. Но вроде не увеличивает богатство страны и мира. Он... Что? Вот что он делает? Он перераспределяет деньги из вот этого котла. Но это вам кажется справедливым. На самом деле справедливо это для тех, кто сейчас получит 75-25 процентов, а те, кто потеряет все, они окажутся как раз в тяжелом положении. И будет вся несправедливость как раз взвальна на них, к сожалению. И государство будет отвечать. А будет отвечать государство. Ну, посадят Мавроди очередной раз. Но, извините, я не желаю, чтобы вы там были, так сказать. Сам не хочу. Но деньги-то пропали. Вечер добрый. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, Алексей. Да, Алексей. А я... У вас сегодня классный гость. Спасибо. А я хотел бы получить ответ на очень простой вопрос. Какова цель... Вопрос к Сергею Мавроди. А цель, собственно, его деятельности. Вот. Ну, кроме социальной ответственности и прочее, что я слышал. Вот это мне интересно. Спасибо. Спасибо вам. Цель я не скрывал. Финансовый апокалипсис. Разрушение финансовой мировой системы. Что с течением времени Мавро... Это вот... Слушайте, я... Вообще все. Так. Слышу. Во вроде Мавро... С течением времени. Да, так. Сейчас. Как работает МММ? У нас так и не прозвучало. Внутренне есть валюта. Мавро. Вот вы, вступая в систему, покупаете Мавро. Так. И они растут в цене Мавро темпами от 20 до 75% в месяц. В любой момент вы можете продать. Не надо ждать месяц, два, три. Вот купили сегодня. Ну, как доллар обычный. Хоть завтра продавайте. Цену назначаю я сам. Волевым решением. Я приказываю Мавро расти. И они растут. Темпами от 20 до 75% в месяц. С течением времени... Вот вы смеетесь, на самом деле. Я понимаю ваше там... Нет, ваше заявление о том, что вы готовы разрушить ту систему финансовую. Посмотрите на факты. Да. На факты. Всего за год более 15 миллионов участников. Там уже, на самом деле, еще гораздо больше. По всему миру. Там уже участники по всему миру и всех стран. Не только там из России, Украины, везде. Система развивается совершенно стремительными же темпами. Совершенно ясно. Сейчас там интернет, нет никаких границ. Она охватит весь мир с течением времени. Поскольку таких прибыли не платит никто. Когда она охватит весь мир, Мавро вытеснит доллар просто. Один дракон вызывает борьбу с другим. Меня государство российское после этих слов вдвойне уже удивляет. А, вы меня хотите посадить. Теперь уже... Сергей, да помилуй тебе. Нет. Уже не государство российское. Человек откровенно, цинично делает заявления, да? Которые направлены на разрушение системы. Может, они с помощью Мавроди хотят разрушить американскую систему, так сказать, европейскую. То есть, Мавроди работает на кого? Заказ выполнен. На кого это я могу работать? Вот интересно. Да, интересный момент. Я сейчас... Тут уже в пору восьмерки-двадцатки заниматься, понимаете? Уже границами России не большие. В мире не с каким-то спецслужбам, по-моему, точно. Интербол. Не наоборот, орден должны дать. А может быть, правда орден дать? Ну, кстати, Мавроди отчасти вот его идея, она реализовывалась же. Не секрет, что объем финансовых инструментов, которые оборачиваются в мире, он там десятки раз превышает объем мирового валового продукта. То есть, уже, в принципе, такая система создается, когда деньги делают деньги без реально... Без добавочной стоимости. Да, без добавочной стоимости. Вот видите. Государство российское я обвиню в слабоумии, по меньшей мере. Да нет, вы не правы. Надо слабоумии тогда обвинить вообще все мировое сообщество, всех мировых лидеров. На самом деле... Но за Мэдов-а тоже надо тех обвинить. Без слов. А за Мавроди этих... Пардон, Мэдов был обычным мошенником. Он говорил, что вкладываются деньги в реальные инвестиции. Мошенничество предполагает обман. Никакого обмана в Мэм нет. Поэтому... О мошенничестве говорить не приходится. Мы сейчас вот что с вами сделаем. Точнее, я попрошу наших слушателей... Нет, я вам обещаю... Вы можете из этой истории. Значит, 65 10 99 и 6. Код Москва 495. Финам. 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 Наше средство связи. На веб-сайте идет прямая веб-трансляция. Вы видите, какая у нас дружеская тут хорошая атмосфера в Москва. Я, к сожалению, не юрист. Да, я думаю, что Сергея можно было уже привлечь. Но, к сожалению, я не юрист. Я не знаю. Хорошо уголовное право. А вы этим заверитесь завтра, да? Ну, спрашиваю у своих знакомых. Юрист. Что можно здесь делать? Зачем делать-то? Я хочу вам задать, слушателей Финам. Финам. Такой очень прозаический, но точно сформулированный вопрос. Вы доверяете Сергею Мавроди? Если да, то на короткий номер 5533, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. Вы доверяете Сергею Мавроди 5533 смс-сообщение с буквой А? Нет. Вы ему не доверяете? Тогда 5533 смс-сообщение с буквой Б. Вы, Сергею Мавроди, не доверяете? 5533 смс-сообщение с буквой Б. Сейчас 19.48, в 19.55 я остановлю смс-голосование, которое уже запущено. Еще раз вопрос. Если вы доверяете Сергею Мавроди, то с своего мобильного телефона на короткий номер 5533 отправьте смс-сообщение с буквой А. Если вы, Сергею Мавроди, не доверяете? 5533 смс-сообщение с буквой Б. Вечер добрый. В эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, я Павел из Тольятти. Хотелось вопрос задать. Давайте. Вы в эфире уже, в эфире. А, вот, спасибо большое. Ну, из глубины Тольяттинской ячейки, вот хочу по-лоховски тут сделать одно маленькое заявление. Я два месяца назад положил миллион рублей в систему МММ. Под 30% я зарегистрировал БАБУ. И по течение месяца получилось 588 тысяч рублей, которые я благополучно снял. Сергей Пантелеич, здрасте. Вы мне ответили на два моих письма. Огромное вам спасибо. Я думаю, что они договорились. Я думаю, Сергей Маврович попросил вас позвонить, конечно. Нет, нет, нет. Пиарят программу. Нет, нет, нет. На самом деле... Нет, на самом деле участники, я вам могу сказать следующее. Участники чрезвычайно активно стараются сами пропагандировать систему, потому что они не понимают, что интересы системы – это их собственные интересы. И вот люди в системе меняются, об этом просто опять-таки много пишут, что они становятся более активными, более доброжелательными. То есть я никаких совершенно уверяю вас, таким вещами никогда не занимался. В Самаре, по-моему, да, или в Волгограде, русский дом Севинга, там эти пирамиды были, тоже распространенные. Волгоград. Да, к сожалению, все они сейчас уже... Да, кстати, вот что я еще забыл сказать. Между прочим, в Волгограде, вот мне напомнили, в Волгограде Волгоградская прокуратура объявила войну МММ, подала запрос в суд, законно ли это организация. Принципиально поставила вопрос. И Волгоградский суд признал, что МММ абсолютно законно. Законно? Да, абсолютно. Отказал прокуратуре во всем пунктам. Это совершенно неслыханно и невиданно. То есть, если была хоть малейшая зацепка, сами понимаете... Ну, я же сказал, мы вроде умный человек, и он посмотрел. Видимо, сидя там, в местах нет... Вы сказали, очень умный аферист. Очень внимательно изучил уголовную нашу законодательство и свою систему, так сказать, создал в рамках действующего законодательства. Адур Геннадьевич, ну тогда я прав, когда говорю о слабовом уме государства. Вы уж меня простите, да? Ну, то есть, если один человек, физическое лицо, может переиграть целую систему... Этот человек не системой воюет, он использует слабости человеческой личности, слабости психологии. Он обещает легкие деньги людям. Понимаете? И людям... Вы обещаете тяжелые. Конечно, они клюют на легкие. Нафиг им тяжелые. Если вы доверяете Сергею Мавроди, на короткий номер 5533, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. Вы доверяете Сергею Мавроди 5533 смс-сообщение с буквой А. Вы не доверяете Сергею Мавроди 5533 смс-сообщение с буквой Б. Вы не доверяете Сергею Мавроди 5533 смс-сообщение с буквой Б. Я вижу график, и он меня потрясает. Но посмотрим. Сейчас 19.51. У вас еще есть 3,5 минуты, чтобы проголосовать. 65, 10, 99, 6. Стефинам.фм. Наши средства связи. Вы в эфире. Как вас зовут, Аля? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Сергей, вас Мавроди купил, чтобы вы позвонили в студию? Нет, я звоню с Украины. Боже мой. Загривный? Так. Конечно, загривный. Так, хорошо. Да, вот смотри, я посмотрел по интернету, и меня интересует вопрос. Здесь пишут, что Мавроди уже приобрел себе паспорт в Бразилии. Так. Который, вот насколько это правда. И я так понимаю, он там собрался... На карнавал. Ну да. На ПМЖ. Да, понятен вопрос, спасибо, пожалуйста. Да, ну это бред, который... Сколько у вас гражданств? Во-первых, я никогда не был за границей. У меня никогда не было... Вообще никогда не было? Вообще никогда. У меня не было иностранного паспорта никогда. Сейчас я вообще не уездной, поскольку у меня эти гражданские иски, поэтому разговаривать, что я там какое-то гражданство приобрел, это смеху подобно. То есть это... Если у вас есть такая информация, вам рекомендую... Бежать из России вы не собираетесь. Я не имею возможности. А как вы думаете, кто заинтересован и кто распространяет вот такие слухи о том, что у вас бразильское гражданство там или... Да, это известно, кто распространяет. Там есть такое... Что на Украине творится, вы просто, наверное, не знаете. Там уже идет... Там депутаты принимают законы, которые запрещают... Пытаются принимать законы, которые запрещают МММ. Там идет самая настоящая война, но сейчас она уже... Имя тоже, опять-таки, проиграна, по сути. Они пытаются принимать законы, запрещающие МММ. И там есть такой некий... Этот самый... Голубов, лидер какой-то партии, который занимается тем, что спамы рассылают, там пытаются наши сайты обрушить. И распространить этих слухов, это именно он. В общем, он пиарится на нас просто. Вообще, в век интернет, конечно, трансгранично запретить перечислять деньги. И управлять этой системой очень тяжело. Я думаю, здесь действительно надо на международном уровне какие-то решения принять, чтобы обезопасить наших людей. То есть в повестку G8 надо ввести вопрос о Сергее Мавроде. Ну, можно так сказать. Ну, я утрирую, да? Да, конечно. По всяким мошенникам. Ну, мошенникам условно, в кавычках, я скажу. Потому что под статью мошенничества тоже не попадает. Он в правду говорит. Можете все потерять. Вложите деньги. Завтра заработать 75%. Там более того, говорится, что... Но вы можете потерять все. Понимаете? Там говорится больше этого. Там говорится, что даже если вы будете следовать всем правилам, всем указаниям и прочим, вам могут все равно не заплатить просто так, без всяких причин и без всяких тому оснований. Имейте в виду. Буквально полминуты осталось для смс-голосования. Если вы еще это не сделали, пожалуйста, доставайте мобильный телефон и проголосуйте. Если вы доверяете Сергею Мавроде, то на короткий номер 5533, пожалуйста, пришлите смс-сообщение с буквой А. Вы доверяете Сергею Мавроде 5533 смс-сообщение с буквой А. Вы не доверяете Сергею Мавроде 5533 смс-сообщение с буквой Б. Не доверяете 5533 смс-сообщение с буквой Б. Буквально еще 20 секунд вы голосуете. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Да, Александр, пожалуйста. Я бы хотел задать вопрос Сергея Пантелеевича. Давайте. Вы из Москвы? Да, из Москвы. Прямо сейчас могу задавать, да? Да, вы в эфире, время. Сергей Пантелеевич, скажите, пожалуйста, вот такой рабочий вопрос по поводу новогодних бонусов. Вот если человек купил, ну, короче, сделал вклад, ему начислились эти 25%, и он потом его частично возвращает. Он хочет вывести частичный вклад. У него эти новогодние бонусы сгорают полностью или тоже частично? Если частично выводят, частично сгорают. Нет, если частично выводят, сгорают бонусы. Я сейчас просто вспоминаю. Слушайте, когда я слушаю вот эту фразу 25-75% в месяц, у меня вообще... Надо вкладываться немедленно. Нет, подождите. Что ты думаешь? Прямо деньги? Юра часто общается со мной. Да, да, да. У меня как-то вот по-другому. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, добрый день. Вы в эфире очень лаконично представляетесь. Ой, вы знаете, меня зовут Антон, город Москва. Ну, вся жизнь игра, да? Мне кажется, что вот тут такая вот классная игра, да? Ну, я такой, попробуйте меня поймайте. И Сергею это интересно, да? И всем нам интересно. Ну, все играют в игры, да? Ну, и вот тут такая игра. То есть это игра, Антон, да? Да. Это игра. Да, и это красивая такая игра, да? Все понятно, что есть казино, да? Ты в казино идешь, играешь, да? И тут тоже как бы... Ну, если книжки такие, люди играют в игры, играют в люди, да? Ну, какие-то такие вещи. И вот игра, и тут... И вот мне кажется, что мотивация, Сергей, да? Ну, вот, ребята, может, я не хочу заработать денег, да? Ну, вот там социальная ответственность, мне кажется, что-нибудь несерьезная. А вот такая вот, ребята, попробуйте, поймайте, да? Ну, вот здорово. Вот молодец, да? Ну, как бы... Ну, молодец. Да, спасибо, Антон. Ничего себе, в общем. Там вообще, если поймаете, там вообще, если поймают, там влепят вообще по полной программе. Нафиг такие игры нужны? Антон Игоревич. По поводу игры. Да, это игра, и я уже сказал, что это казино, это похоже на казино, и люди рискуют. Но имейте в виду, вы потеряете последние деньги. Не верьте в Мавроди. Вам! Не верьте. Ну, наконец-то я дождался этой фразы от Анатолия Аксакова. Не слушайте его. Не верьте в Мавроди. Да, я предупреждал многих и многих, тысячи людей предупреждал, еще в своей родной Чувашии, не верьте этим пирамидам, потеряйте свои кровные деньги. Потом эти люди ко мне приходили, говорили, как вы могли допустить работу таких пирамид. Не верьте, потому что рано или поздно это все рухнет, и вы потеряете последние свои деньги. Я думаю, с вот этой фразой, верьте банкам, Анатолий Геннадьевич согласится. Я тоже хочу сказать, не верьте вам, а вроде не вкладывайте по 20-75% в месяц, а вкладывайте в банки по 2% в год. И будет вам счастлив. Добрый вечер, вы в эфире, Аля. Алло, здравствуйте. Так, я не могу ждать, у меня времени нет. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут... Алло. Да, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Катя, я Салматы, в Казахстане. Боже мой, сегодня Финам ФМ слушают во всем мире, по-моему. Может, из Японии вызовут. Да-да-да, пожалуйста. У меня вопрос к Анатолию Аскакову. Да. Вот вы говорите, что нет никаких продуктов, что деньги нет, ничего, ниоткуда и никуда. А как же тот факт, что на деньги, полученные в МММ, люди покупают недвижимость, машины, открывают свои бизнесы, предоставляют услуги и также продукты производят? Как этот факт не учитывается вообще? Да, спасибо. Они получают тот доход, который им передают в руки за счет людей, которые принесли свои деньги в последующих. Не вкладываются эти деньги в развитие производства, значит, не создаётся добавленная стоимость. Ну, Сергей, это не опровергает, это действительно так. Я уже тысячу раз повторял, что действительно так. Но вот вопрос-то в другом состоял, что эти деньги работают всё равно в экономике, что они вкладываются, что забирают из МММ люди деньги только те люди, которым они действительно нужны. Потому что проценты настолько высокие, что люди забирать не стремятся. У нас буквально 30 секунд осталось. Я остановил. Понятно. Вот я сейчас останавливаю всё СМС-голосование. Андрей Геннадьевич, как вы думаете, сколько людей доверяют Мавроди? Ну, я думаю, процентов 75. Как это ни странно. Результат следующий. 92% слушателей... Я хотел сказать 90. 90% слушателей доверяют Сергею Мавроди, только 8% нет. 642 человека проголосовало. Ваш комментарий. В ваше радио слушают авантюристы. Вас пора закрывать. Вот так вот. Я завтра поговорю. Вот так вот. Вас закрыли. Вот так вот. Продолжение беседы. Вот так вот. На самом деле, я ещё раз повторяю, рано или поздно первыми на Мавродице... Пирамена Мавроди рухнет. Рухнет? Да. И вы придёте ко мне, дорогие друзья. И вы сами мне скажете, Анатолий Геннадьевич, как вы были правы. К сожалению, мы вас не послушали. Нам захотелось легко заработать благодаря вот схемам, которые Сергей предложил. Я депутат Госдумы, президент Ассоциации региональных банков России. Сергей, вас не удивили цифры 92%? Что вам верят? Что-то мало, по-моему. Мало? То есть вы хотели... Я думал, что вы. 100, да? Нет, но всё-таки 8% сказали. Все-таки 8% ничего не поняли. Ну, я, кстати, думал о 90%, но сам себя остановил, потому что... Но на самом деле цифры меня шокировали. Ну, я ожидал. Ну, это факты, как видите. Я ожидал, да. Факты. Ну, посмотрим. Ну, потому что люди чувствуют, где правду. Обаятельный, умный человек... Люди чувствуют, где правду. Он умеет внушить, так скажем, правду своих идей, и тем самым завоёвывает их. Ну, и, к сожалению, в психологии человек так устроена. Ему хочется быстро, легко и просто, чтобы были большие доходы. Реально так не бывает. Такие пирамиды рано или поздно рушатся. И это тоже рухнет. Сергей Мавроди, Анатолий Аксаков. Реальное время. Финам. ФМ.